Она родилась в самом противоречивом и многонациональном районе Китая. И при этом она стала одной из самых любимых актрис-китайцев. Одна из самых высокооплачиваемых и популярных китайских актрис. Лицо модного дома Диор, невероятно образованная, знающая несколько иностранных языков. Ее усидчивости, таланту, работоспособности могут позавидовать многие. Как ее зовут? И как говорит по-китайски одна из самых красивых и талантливых актрис в Поднебесной? И чему у нее стоит поучиться? Всем привет, меня зовут Анна Кузина. Судя по вашим комментариям, вам понравилось видео о китайской легенде Джеки Чане и о первой леди Китая Пэн Ли Йонь. А это видео по вашим просьбам посвящается китайской актрисе Дилираби Дильмурад. Будем смотреть ее интервью, разбирать ее язык, особенности произношения и речи. Вы узнаете, насколько соответствует речь Дилирабы нормам стандартного китайского языка. Что о ее языке думают китайцы и стоит ли у нее учиться китайскому языку. Про ее таланты и секреты. Ну и, конечно, в процессе я буду делиться с вами интересными фактами из ее биографии. Если же вы еще не начали изучать китайский, но очень хотите понимать, о чем говорят в китайских дорамах, исторических фильмах и телешоу, хотите смотреть их в оригинале, то я с удовольствием приглашаю вас на мой бесплатный игровой практикум «Китайский – это легко». Это четыре практических урока в формате игры, на которых вы узнаете, как можно за пять минут запомнить больше 20 иероглифов и даже сможете их написать. Узнаете, что такое китайские тоны и научитесь их произносить. Ну и в целом поймете, как можно изучать китайский язык легко, быстро и с удовольствием. Присоединяйтесь к практикуму по ссылке в описании под этим видео. Китай – это, как известно, многонациональное государство. В Поднебесной говорят на множестве диалектов, которые очень сильно отличаются друг от друга. Для единства и взаимопонимания официально принят стандартный язык Путунхуа. На нем учат в школах, в вузах, на нем ведется вещание по телевидению и радио, на нем ведут переговоры, на нем снимают фильмы. Конечно, для каждого китайца культурно важно знать свой родной диалект. Но при этом без знания Путунхуа невозможно успешно учиться в школе, трудно поступить в вуз и тем более устроиться на хорошую работу. Общаясь друг с другом, китайцы всегда подмечают, насколько чисто и свободно собеседник говорит на стандартном языке. Свободное владение Путунхуа и чистое произношение без диалектных примесей является эталоном и служит примером для подражания. Не всем это удается, у многих проскакивает диалектный ацент. И, собственно, поэтому, когда иностранец говорит на чистом Путунхуа, показывает классное, красивое, стандартное произношение, это всегда вызывает бурю эмоций, восторг и восхищение у китайцев. Какой же язык у дильрабы Дильмурат? Насколько ее китайский эталонный? И стоит ли у нее учиться? Давайте посмотрим. Чтобы ответить на эти вопросы, для начала нам нужно узнать, откуда дильраба, то есть из какого региона Китая, и что повлияло на становление ее языка. Дильраба Дильмурат – это китайская актриса уйгурского происхождения. Она родилась 3 июня 1992 года в крупном городе Урумчи, который является административным центром Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Здесь важно заметить, что Синьцзян – это необычный регион Китая. Здесь по большей части проживают уйгуры, составляя 46% населения. Исторически уйгуры находились на периферии китайского культурного влияния. Их традиции и образ жизни существенно отличаются от китайского. Уйгуры говорят на своем языке и пишут не иероглифами, а арабской вязью. Уйгурский язык немного похож на узбекский. И помимо Синьцзяна распространен в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Индии и других странах. Несмотря на то, что в последние десятилетия в Синьцзяне преобладает китайский язык, у дильрабы все же первый родной язык – это уйгурский. Уйгурский язык очень сильно отличается от китайского нормативного языка и по фонетике, и по лексике, и по грамматике. Там другие звуки и другие интонации в предложениях. Послушайте сами. Уверена, вы услышали, что язык звучит совершенно по-другому относительно китайского. Поэтому, по всем законам жанра, у дильрабы должен быть сильный уйгурский акцент в речи. Но его нет. Наряду с уйгурским и потунхуа, дильрабы свободно говорит на английском, корейском и немного даже знает русский. Многие восхищаются способностью актрисы к изучению иностранных языков. Общение вы, наверное, в миру, шгалисты кризисательных иностранных языков, может, однако, и аналогичная, которая называется? Да, да. Хорошо, да. Да. Дивен 14. Дивен 14. Дивен 14. Как видите, девушка еще и чтит культурные традиции своего народа и с радостью показывает это всему миру. В чем же секрет невероятных языковых способностей актрисы? Как ей удается так легко, а главное, грамотно говорить на разных языках? Как ей удалось заговорить на китайском без акцента? Конечно, здесь налицо талант и целеустремленность, но не только. Большую роль в судьбе девушки сыграл отец. Творчество в его жизни всегда было на первом месте. Он солировал в ансамбле песни и танца. Конечно, для этого он освоил стандартный китайский язык. Именно отсюда он привил Дилераби любовь к хореографии, к музыке. И способствовал тому, чтобы она помимо языка своей народности освоила стандартный китайский язык. И вообще он очень много вкладывал в многостороннее развитие Дилерабы. Да, кстати, не сказала. Дилераба по-китайски будет Ильи Же Па. Ее имя состоит из четырех иероглифов, что в принципе необычно для китайского языка. Китайские имена обычно состоят из одного-двух иероглифов, как я вам рассказывала в предыдущих видео. Поэтому китайские фанаты часто нежно ее называют Же Па. Два иероглифа получается вместо Тили и Же Па. Продолжаем дальше. В поисках себя Дилераба подала документы в Национальный колледж Северо-Восточного педагогического университета. Как вы понимаете, для поступления требовался высокий уровень владения Путунхуа. Позже Дилераба оставила учебу в этом колледже ради Шанхайской театральной академии. Там ей, кстати, и поставили более корректное и чистое произношение. Сейчас у Дилерабы настолько идеальное произношение, что ее никогда не переозвучивают в дарамах, что частенько бывает с другими китайскими актерами и актрисами. И часто приглашают на самые крупные телешоу на роль ведущей. Еще один интересный нюанс. Готовясь к съемке этого видео, я специально опросила разных носителей китайского языка. И все они на 100% отметили, что у Дилерабы настолько чистый Путунхуа, что там нет ни единой ошибки или неточности. В отличие от всеми нами любимого Джеки Чана, который говорит на Путунхуа с кантонским акцентом. Если еще не смотрели это видео, обязательно смотрите его после Дилерабы. Оставлю вам ссылку. Получается, что прекрасная Дилераба может выступать в качестве эталона для изучения китайского языка. У нее действительно можно учиться. Давайте это и сделаем на примере интервью для Диор. Для начала приветствия. Здесь все предельно понятно. Меня зовут Дилераба, я актриса. Заметьте, что между двумя этими предложениями есть небольшая пауза. Актриса хоть и немного быстро, как и свойственно повседневной речи, но достаточно четко проговаривает все звуки и тонны, ничего не съедая. Смотрим дальше. Я считаю, что сила человека и упорство исходят от него самого. Заметьте, что у нее отчетливо слышится пауза между Я считаю, я полагаю, на мой взгляд. И следующей частью. Это смысловая микропауза, которая помогает хорошо воспринимать речь. Каждая роль, которую я играла, может дать мне разную силу. Например, Ли Чангэ, Дзи Юнь Хэ и Анни. Конечно, китайские имена на русский манер звучат очень странно. Обратите внимание, как Дилераба расставляет акценты. Это то, что делает речь яркой. Она подчеркивает слово Чьё Сэ, роль. Кстати, китайцы часто произносят это слово Чьё Сэ, как в слове угол Чьё Сэ. Но в данном случае нормативное произношение этого иероглифа именно Чьё и Дзи Юнь Хэ, Анни. И заметьте, что при перечислении она делает между словами более длинные паузы. Я могу брать от них силы. Конечно, и я даю им много силы. В этом отрывке Дилераба сделала акцент на слове То есть речь снова о ролях. И еще к этому моменту Дилераба уже три раза повторяет слово Лилиан. Лилиан – это сила. Это ключевое понятие данного выступления. И можно предположить, один из главных элементов системы ценностей актрисы. В целом, для китайцев это достаточно обычная практика по несколько раз повторять важное понятие, чтобы сфокусировать внимание слушателей. И еще обращаю ваше внимание на произношение слова Ти Юнь – давать. Дилераба произносит его нормативно, тогда как в речи у других носителей мы можем слышать ненормативный вариант Гэ Юнь. И напоследок хочу показать вам отрывок, где актриса рассказывает, когда она чувствует себя наиболее счастливой. В этом проявляется ее зрелость. Дилераба говорит, что больше всего она радуется, когда находится наедине с собой. Быть наедине с собой. В это время можно лучше всего поразмышлять о многих вопросах. Мне очень отзывается эта философия актрисы. Я очень люблю быть наедине с собой. А что радует вас? Вы любите быть наедине с собой? На этом я, пожалуй, остановлюсь. Еще раз повторю, что китайцы очень восхищены произношением и в целом путунхуа, дилерабы, дильмурад. Ведь, согласитесь, после языка своей народности в идеале выучить китайский нормативный язык, свободно на нем заговорить, не так-то просто. Ведь все совершенно другое. И это реальный пример того, как труд и упорство в достижении поставленных целей могут привести к успеху. Делитесь своими впечатлениями в комментариях. Как вам дилераба? Любите ли смотреть с ней сериалы? И кого из известных людей хотели бы еще увидеть в этой рубрике? А я с вами прощаюсь. Увидимся на практикуме и в следующих видео. С вами была Анна Кузина. Бай-бай!